Плавненько и постепенно мы начинаем развивать и разговаривать на каждую тему, озвученную ранее более подробно. И теперь я уже не держу интригу, о чем конкретно пойдет речь. Сегодня продолжим тему воображения и фантазия. Мы уже выяснили, что такое воображение и фантазия, как это работает и как это делает нашу жизнь лучше. И прежде чем мы перейдем к новому упражнению, хочу торжественно представить новую рубрику, которая будет у меня появляться время от времени. Рубрика «Актер в кадре». В чем суть? Если вы помните, в предыдущих видео я все время говорю, зачем тот или иной навык необходим актерам. Поэтому я решила, что услышать что-то из уст самих актеров будет очень интересно и увлекательно. Пока я не хочу создавать конкретные условия для этой рубрики и с каждой новой встречей придумывать что-то интересное. Ну что, познакомимся? Сегодня у нас в кадре актер театра и кино Андрей Полищук. Полищук Андрей Петрович родился 10 октября 1971 года. В 1995 году окончил отделение эстрадного искусства Санкт-Петербургской театральной академии по специальности артист речевого жанра. Курс Богданова и Войцеховского. Работал в театре Буф и театре Лецидеи. Основные и любимые работы Андрея в кино. Сериал «Контрибуция». Роль начальник контрразведки корпуса штаб-род мистер Плешаков. Режиссер Сергей Снежкин. Сериал «Что и требовалось доказать». Роль начальника полиции Михаил Николаевич. Режиссер Иван Китаев. Комедийный сериал «Есть нюансы». Главная роль – бизнесмен Олег Бондаренко. Режиссер Александр Колесник. Сериал «Обитель». Роль – казак Ложечников. Режиссер Александр Велединский. И еще 105 работ в 105 проектах быстрее будет ознакомиться самим. Ссылку оставлю в описании. Итак, сегодня в кадре Андрей Полищук. Мы затронем тему воображения, но сделаем это сразу в рамках упражнения. Поэтому комбо – сейчас вы познакомитесь с Андреем и сразу узнаете упражнение, которое я для вас приготовила. Перенесемся в уютную атмосферу интервью. Поехали. Первый вопрос называется «Придумай продолжение рассказа». Однажды мне пришло письмо без обратного адреса. Открыв его, я обнаружил, что… Оно пришло не мне. Самый быстрый ответ. Следующий вопрос называется «Ассоциация предметов». Я тебе буду называть предметы, ты будешь говорить на них ассоциации. Первое. Ручка. Книга. Квадрокопты. Вот это, знаешь, в пятом классе, вот разные контурные карты, большие были, полушария, вот такой квадрокоптер, это что-то сверху, такие большие карты, контурные, географическая карта. Да, особенно для пятых, каких-то там классов, вот когда сверху все видно, вот это такие. То есть, третий статистик. Да, да. Все, и сразу видишь. И значит, кадастровый участок четко отмечен, где твои размеры-то. Яблоко. Ну, не думаю, что Apple. Не думаю, что Apple. Но, первое, что пришло? Но, Адам и Ева, мне пришло первое. Адам и Ева, а потом яблонька, яблоньки. Соответственно, наверное, яблонька. Яблонька. Дерево. Фуфайка. Фуфайка. Ну, трактор. Трактор. Буту-буту-буту-соляра. Вот это вот. Фуфайка. Это трактор, да, деревня. И вот забор, покосившийся. Неровный, не как в Германии, покосившийся забор. Окно. Если есть окно, значит, есть дверь. Дверь. Не надо большое окно делать, потому что будет холодно. Топить будет много. Это, ну, надо где-то соизмерять свои желания и с возможностями. Все хотят окна в пол. Нет. Полодно. Полодно. Надо чуть поскромнее. Хотя есть такие технологии. Ну, вот как-то в старину жили. Небольшие потолки, не очень большие окна. Нормально. Начинали, не надо. Не делайте большие окна в пол. Ну, если вы можете себе позволить, то пожалуйста. Береза. Березовый сок. Песе свяся. Да, березовым соком. Ну, березы, они вообще, вот это родина моя. Всех люблю на свете. Фонарик. Я эпизод какой-то представляю, что кто-то с фонариком. Вот я вижу танец фонариков маленьких детей. Танец фонариков. Танец клоунтов. Танец фонариков. Я актер, режиссер. На, танец фонариков. Потому что я же детский Дед Морозом был очень много. По садикам играл спектакли. Я обязательно видел учительницу, которая с ними разучивает. Фонарики пошли, пошли фонарики. Автобус. О, что ты, что ты. Я хотел быть автобусом. Это даже такой рассказ у меня есть, да. Потому что все бы люди меня долго ждали, а потом радовались, когда я приезжал. Как долго я тебя искал. Ситуация. Представь, что ты проспал в встречу с важным человеком. Проснулся, и сразу раздается от него телефонный звонок. Что ты ему говоришь? Три-три-три-три-три. Алло. Алло, Андрей. Да где вы? Где вы? Я уже здесь. Ищу. Хожу. Не могу. Какой подъезд? Какой? Я вот рядом. У меня шумят машины. Я слышу, что у меня нет. Нет, нет. Я приехал, уже машину поставил. Не могу пока поставить. Как раз таки запарковаться. Все. Не припарковаться мне. Я на Кузнечном. А и я на Кузнечном. Конечно. До восемь. А я на восемнадцать. Час. Час. В парке идет дождь. Одни люди суетливо торопятся укрыться в теплое и сухое место. Другие спокойно шагают под зонтом. И только бездомному коту, что сидит под лавкой в этом парке, некуда бежать. Он уже насквозь промок и сжался от холла. Что он испытывает в этой ситуации? Щенок был одинок. Он в детстве потерялся. И вот теперь с трудом в собаке выбирался. Тут переспит, там драку обойдет. Где выпросит кусок, где стянет, где сопрет. Короче говоря, жилось бедняге туго. Бездомный он искал в любом мальчишке друга. Однажды увязался за одним. Весь день сопровождал. В глаза смотрел, подбострастно лаял. Но от порога был опять гонит. Под чьё-нибудь крыльцо, под чей-нибудь порог, Когда бы спать бедняга не ложился, Один и тот же сон ему упорно снился. Ошейник, цепь, собачья канула. Ну вот, однажды, когда этот сон сбылся, Он тихо стал скулить с утра до утра. А тот щенок, который в парке, он свободный. Он котёнок или щенок? Котёнок. Он свободный. Пока у него нет и коты, и котята, они гуляют где хотят. Сами по себе. И у свободных людей, у свободных котов, собак, людей, Есть больше выбора. Есть больше выбора, куда можно пойти, Где можно найти счастье. Но впереди, кажется, страшное будущее. Кажется, ой, всё, дождь, кушмар, никто не... И со всех театров выгнали, в кино не берут, Катастрофа, жизнь, всё закончилось. Жена ушла, дети не любят. Нет. Но в этом, когда человек свободный, У него ещё всё впереди. Мне кажется, это самое главное у этого котёнка. Всё будет хорошо, и он обязательно найдёт себе И друга, и друзей, и обязательно его будут снимать в кино. Понимаешь? Я сказал, не надо это снимать! Я надеюсь, у нас получилось зарядить вас желанием и энтузиазмом Теперь проделать эти упражнения самим. Обязательно делитесь своими эмоциями в комментариях. Мы с Андреем очень ждём. Не жалейте своих ресурсов. Мимоходом, мимо делом, обратите своё внимание на обычный предмет И увидите в него что-то необычное. В каком-нибудь пятне рассмотрите изображение. О! Морда кота! Возможно, дерево тоже на что-то похожее, кроме себя, Или группу деревьев. Например, в Петербурге есть такое место, Если стоять на Марсовом поле и смотреть в сторону Невского, Справа будет виднец и спас на крови, А слева деревья вдоль набережной реки Мойки и Михайловского сада. И вот они мне напоминают ансамбль имени Александрова. Они так стройно и ровно стоят. Кажется, что сейчас затанцуют. Выполняйте упражнения, оставляйте комментарии и до новых встреч!